Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня и завтра я буду продолжать сеять крупноплодные томаты. Сеять буду уже для открытого грунта. И во время посева я буду рассказывать о некоторых сортах. Я сею очень много сортов, более 100. Обо всех рассказать у меня просто не хватит времени, физически не смогу. Я буду рассказывать о самых-самых уникальных, которые чем-то отличаются. Или самые выносливые, или самые урожайные, или самые крупные. Вот первый сорт, о котором я хочу вам рассказать более подробно, больше чем написано производителем, добавить свое мнение о нем, свои характеристики, это будет любимый праздник. Я сейчас буду его сеять, показывать, как я буду сеять, потому что сегодня я буду использовать немного другой метод посева, более ускоренный, без присыпки сверху грунтом. И буду вам рассказывать про этот сорт. Для посева я развела эпин, капсулу бросила прям сюда, у меня специально есть для эпина вот эта баклуша. Этим раствором питательным я буду увлажнять бороздки. Больше никаких поливов у меня не будет. И не будет у меня сверху, не буду я засыпать землю. Этот вот метод более ускоренный, я вам сейчас покажу, на чем он основан. Вот если раньше я делала углубление, просто шариковой ручкой немного углубляла, а потом сверху насыпала землю. То есть сейчас я буду делать просто более глубокие борозды, уже на ту глубину, на которую нужно семечко положить. И сверху присыпать я ничем не буду. Вот так глубоко-глубоко, полтора-два сантиметра, я туда заглубляюсь. Вот видите, вот эта палочка, она прям глубоко, вот так я ее туда заглубляю. Грунт, как обычно, полувлажный он должен быть, но и полусухой, чтобы потом им можно было засыпать. Вот принцип посева такой. Делаю глубокую борозду. Раствором эпина. Вот это очень удобно, мягкие вот такие бутылочки из-под шампуня я использую. Раствором эпина я потом эту бороздку проливаю. Проливаю. И когда я туда семя положу, то оно будет как раз уже на той глубине, на которой оно должно быть посеяно. Сантиметр, полтора сантиметра. И ничего насыпать мне сверху не нужно будет. Вот один лоток я уже посеяла, два сорта. Я просто эти вот, которые хребты остаются, я их вот так вот, ну как, присыплю этим же хребтом мои бороздочки. Такой метод посева я вам еще не показывала, но он очень ускоряет, как экономит наше время. И когда приходит вот массовый посев, вот такой томатов, конечно я буду использовать его. И поэтому я сверху не поливаю грунт, чтобы вот эти вот хребты были полусухие, и они вот так вот, все. Никакой присыпки у меня сверху не будет. Они как раз находятся на той глубине, на которой нужно. Все, я их заглубила. Сейчас я возьму семена, буду раскладывать, и буду рассказывать вам вот о этом прекрасном, сибирском, крупноплодном сорте, любимый праздник. Сею я в этих бороздках точно так же, как все остальные. Беру семена, сделала бороздку, пролила водой, и начинаю туда раскладывать семечки. Этот метод мне нравится тем, что потом не нужно нести никуда лотки на засыпку, как я вот до этого вам показывала, что там, где у меня ванна лежит, стоит ванна, лежит земля, я потом несу туда все лотки, засыпаю, закрываю пленкой, потом уношу. Это готовится все здесь у меня на рабочем столе. Я прикрыла землей, сейчас пленочку положу, этикетку прилеплю, и все, понесла на стеллаж. Сейчас я скажу, что пишут производители о этом сорте, а потом расскажу свое, более подробный рассказ. Новый, среднеспелый, детерминатный сорт сибирской селекции, с особо крупными плодами, растение мощное, высотой 80 сантиметров, плоды подшковидной формы, густорозового цвета, огромного размера, массой 900-1300 граммов, прекрасно подходят для потребления в свежем виде зимних заготовок. Сорт характеризуется стабильно высокими урожаями, независимо, вне зависимости от погодных условий. Посев на рассаду производят за 50-60 дней, до высадки растений на постоянное место. Оптимальная, постоянная температура прорастания семян, 23-25 градусов, при высадке в грунт на 1 квадратный метр, размещают 3 растения. Сорт хорошо реагирует на полив подкормки, выращивается в 2-3 стебля с подвязкой. Что здесь самое главное, что мы должны вынести с этого? Что сорт детерминантный, то есть его не нужно будет вверху, можете без прищипки выращивать. Сорт сибирской селекции, а это значит, что он пригоден для выращивания в таких регионах с холодным климатом. Что он невысокий, 80 сантиметров, розовый и крупноплодный. Выращивается обычно 60 дней рассада в 2-3 стебля. Все. Сейчас я буду сеять и рассказывать вам про него. То, что обычно не пишут производители. Там же очень кратко все. Вот любимый праздник подойдет кому? Каким огородникам? Тем, кто ценит крупноплодные, именно большие, крупные томаты со сладким вкусом. Так как это сибирская селекция, повторюсь еще раз, этот томат можно выращивать в открытом грунте. Он прекрасно сформирует свои плоды и вызреет в открытом грунте. Многие гибриды, многие импортные томаты, они не успевают дать спелые плоды все в открытом грунте. Например, вот у нас в сибирском регионе. Для них холодно. Для любимого праздника это нормальная температура. Его для этого и выводили. Так как это сибирская селекция, районирован специально для холодного климата, подойдет любым. Если он уже дает хорошие плоды у нас в Сибири, значит и средняя полоса России, и все остальные районы могут его не бояться и выращивать. Еще что хочу сказать. Сорт универсальный, можно вырастить и в теплице, можно вырастить и в открытом грунте. Вот там на пачке написано высота 80 сантиметров, но она меняется в зависимости от условий выращивания. Если посадите в теплицу, будет метр двадцать, если посадите на улицу, будет 80 сантиметров. Это всем известно, что в теплице вот этот парниковый эффект, вот эти комфортные такие условия, они дают небольшой прирост для стандартного. Если указано 80, значит будет на 30 сантиметров выше. На улице в открытом грунте он такой невысокий, толстый стебель. Еще чем он отличается? У него урожайность высокая. И вдобавок еще один хороший у него признак. Мало того, что высокая урожайность, они хорошо хранятся. Они вкусные, хорошо хранятся, их можно транспортировать. Лист обыкновенный, не картофельный, простой, среднего размера. Созревание идет постепенно. Вот поясню. Некоторые есть такие сорта, которые сразу резко, дружно отдают. Вот, например, скороспелки. Они у нас дружно отдают свой урожай. И в первой половине лета они все отплодоносили и начинают засыхать. Этот не такой. Он постепенно, постепенно. И последние плоды у него завязываются в конце лета. Все лето у вас будут вот эти томаты. Урожайность, например, для сибирского региона это считается просто отличной. С одного квадратного метра можно собрать семь с половиной килограммов вот таких крупных розовых вкусных плодов. Сейчас расскажу о преимуществах и о недостатках этого сорта, потому что у каждого сорта есть и свои достоинства, есть и свои недостатки. Ну, к достоинствам, про достоинства я уже почти все сказала, что основные это крупные плоды и вкусные, отлично. Вот именно вкусные, настоящие такие помидоры. Еще одним достоинством является холодоустойчивость, но это я уже тоже там упоминала вкратце, что для сибирского региона, раз он изобретен, выведен, значит он холодостоек. Высокая сопротивляемость с заболеванием. Этот томат не очень подвержен всей вот этой фитофторе, кладоспориозу, еще чему-то. Ну, а к недостаткам обычно относят это необходимость формировать куст, потому что куст формировать обязательно нужно, как вы понимаете, что такой огромный плод, если 700-800 граммов у вас вырастет, конечно, ни один кустик его не удержит, его нужно подвязывать. Сейчас расскажу немножко про плоды. Плоды крупные, они такие, вот на пачке написано почковидные, я не знаю, что это такое, но я их называю сердцевидные. Они немножко вытянутой формы, как, не совсем сердцевидные, а вот как немножко округлосердцевидные. Слегка-легка заостренным кончиком и вес некоторых экземпляров, если вы правильно сформируете куст и уберете лишние цветы и лишние пасынки, то можете запросто вырастить помидорку 1,3 кг. Некоторые люди выращивали. Я никогда не делаю этого, не выращиваю сильно огромных. У меня какие вырастают, такие вырастают. Ну и как обычно, на нижних ветках помидоры всегда крупнее, чем повыше, там средние, потом будут мельче. В процессе созревания он сначала светло-зеленый, потом розовый. У него кожица тоненькая, она не плотная. Это вот идеальный салатовый сорт. Он редко трескается. Мякоть такая сочная, мясистая. Мало семян. Сахаристая на изломе. Если вот так вот руками разломить, то там вот такие именно вот сахаристая. Вкус очень приятный, насыщенный. Это томаты сладкие. Конечно, это томаты салатные, они вкусные свежими. Их очень, их даже жалко будет солить, или что-то томатную пасту с них варить. Ну вот особенности выращивания, сейчас я вам расскажу. Семена высеваются на рассаду обычно во второй половине марта. Но так как у нас тут новолуние наступает, там 16-е, 17-е, 18-е, я решила до новолуния отсеяться, но вообще во второй половине марта, если вы посеете, будет все нормально. Ну как обычно, посевной материал стимулятором обрабатываем. Подходит любой грунт на основе дерновой земли, наполовину сперегнуем. Вот у меня немножко золы добавляем. Можем добавить немножко песка. Заглублять на сантиметр-полтора. Но иногда можно на два, если почва сильно рыхлая, если хорошая. Все посеяли, все увлажнили, закрыли, поставили в теплое место. Через неделю обычно бывают уже всходы. И когда будет 60-65 дней, высаживаем в открытый грунт. Ничего сложного в этом нет. Вот я сейчас пока с вами сидела, я несколько рядков уже сделала. Так же, как я вам показывала, я вот сею вот эти хребты. Раз, сюда скинула. Я закрыла их. У меня получается сантиметр-полтора, не больше. Я сильно их не заглубляю, чтобы они хорошо взошли. Вот этот наш сибирский крупноплодный томат для открытого грунта, который может дать вот эти плоды-гиганты для открытого грунта. А, забыла уточнить. Будете, когда формировать, нужно формировать в два стебля. И на каждом стебле, после третьей цветочной кисти, лишние цветочки нужно убирать, для того, чтобы были крупные томаты. Если вам все равно, если вы и мелкие найдете, мелким применение, которые там на макушке образуются, то можете не убирать. Но я вот все-таки цветы в августе, которые лишние, общипываю, потому что они забирают у нашего растения много сил, а вызреть они не успеют. Все, мы познакомились с сортом Любимый праздник. Сейчас я его сею. Его можно сеять до конца марта. Он вызреет в открытом грунте и порадует вас крупными, розовыми, сладкими, сочными плодами. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это посев сибирского сорта, крупноплодного, для открытого грунта. Любимый праздник. Продолжение следует... Продолжение следует...